Доброго времени суток! С вами Данил Добров. В этом видео я покажу, как оптимизировать работу Windows 10. Начнем с выключения лишних эффектов. Выбираем пункт в проводнике «Мой компьютер». Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем пункт «Свойства». Затем открываем в левом углу пункт «Дополнительные параметры системы». Выбираем быстродействие, кнопка «Параметры». Теперь снимаем все галочки, оставляя только три. Вывод эскизов, заглаживание шрифтов и сохранение вида эскизов. Нажимаем на кнопку «Применить». Затем в верхней части окна выбираем «Дополнительные» и отмечаем программы. Меняем виртуальную память. Я поставил от 200 до 500 мегабайт. У меня 4 гига оперативной памяти. Нажимаем на кнопку «Применить», чтобы сохранить настройки. Закрываем окно. Выбираем пункт «Оборудование» в верхней части. Снимаем галочку. Нажимаем на кнопку «Применить». Выбираем пункт «Защита». «Настроить» и отключаем автоматические сохранения. Нажимаем на кнопку «Применить». Переходим к электропитанию. Открываем панель управления через поиск или ищем в папке «Служебный Windows». Выбираем в верхнем правом углу просмотр мелких значков. Последний пункт в списке «Электропитание». Открываем его. Или же ищем в поиске «Windows» «Электропитание». Нам нужен режим высокой производительности. Выбираем его и заходим в «Настройки схемы питания». Пункт «Изменить дополнительные параметры». Все ставим на максимальную производительность. Увеличиваем работу диска. Проверяем настройку графики. Политику охлаждения системы ставим в активный режим. Управление питанием процессора 5-10. Минимальное от батареи 50-95% от 50% или 95% от 50% до 95% от сети. Максимальное 100% в любом случае. Нажимаем на кнопку «Применить». Закрываем все и переходим к удалению ненужных программ. Для этого желательно использовать софт-органайзер. Если не знаете о назначении программы и нужна ли она вам, смело проверьте по названию в поисковике. В стандартных настройках комбинация клавиш «Win» плюс «I» английская. «Win» — это клавиша Windows в левом нижнем углу клавиатуры. Эта клавиша нарисована окошечком. В персонализации в пункте «Цвета» отключаем эффект прозрачности. В меню «Пуск» отключите все, кроме «Показать список приложений» в меню. Проверьте обновление системы и при их наличии обновите систему. Потребуется центр обновлений. После обновлений почистите мусор. Есть утилита очистки диска в свойствах диска. Сканируем диск с правами администратора и очищаем. Кнопка «Чистить правами администратора» будет слева в нижнем углу. Потом можно почистить при помощи «Win10 Tweaker», а также отключить большую часть ненужных через тот же Windows 10 Tweaker программ. При помощи утилиты «MallWireBasedAdviceCleaner» почистим ПК от ненужных вредоносных файлов. Предустановленные программу удалять необязательно. После работы программы соглашаемся на перезагрузку. И осталось почистить от вирусов компьютер. Для этого нужно включить безопасный режим. Потребуется скачать текстовый файл и приложение для поиска вирусов. Ссылки на них будут в документе. Скачиваем их и выносим на рабочий стол для удобства. Затем входим в безопасный режим. По описанию в файле будет инструкция, как войти в безопасный режим. Используем комбинацию клавиш WinR. Вбиваем команду. А затем в открывшемся окне выбираем пункт «Загрузка». Ставим галочку на безопасный режим. Затем нажимаем «Применить» и «Окей». Соглашаемся на перезагрузку. При входе может потребоваться подроль от отчетной записи Microsoft. После чего вы увидите черный экран с приложениями. И там вы ищите антивирусные недавно скаченные программы. Запускаете их и ставите галочки на соглашение. Сначала одним антивирусом сканируете, затем другим. В настройках сканирования добавьте побольше папок. Или выберите весь диск CEM с установленной на него системой. Нажмите «Сканировать» и ждите несколько часов. Затем устраните угрозы и удалите их из карантина. На видео все хорошо видно. Продолжение следует... Все, после этого используйте текстовый документ и выключите безопасный режим. После перезагрузки можно установить легкие приложения, ссылки на которые тоже будут в файле. После этого желательно проверить файловую систему через свойства диска, пункт «Сервис». А также после проверки и устранения проблем выбираем дефлегментацию диска. Там отключаем автоматическую оптимизацию диска и вручную 2-3 раза оптимизируем. Вот и все. Мы можем еще раз очистить диск от мусора. После того, как мы это все сделали, наш компьютер будет полностью оптимизирован. Также я засниму отдельное видео про эти легкие программы. Чтобы в этом видео была только оптимизация, а там уже как эти программы установить и настроить. Но в целом, я думаю, вы сможете разобраться и без того видео. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, загляните в ссылки, там будут ссылки на все программы и также на мои сообщества. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok